Привет! Мы с вами находимся в Измалове, на востоке Москвы, недалеко от Кольцевой дороги, около восточной окраины Москвы. И здесь, в месте примыкания Сиреневого бульвара и 16-й парковой улицы, находится площадь Соловецкий Юнг. На площади организовано круговое движение автомобильного транспорта. Ну и, соответственно, внутри площади находится такой небольшой газон клуба, декоративное такое оформление. И, соответственно, с памятником Соловецким Юнгам, морские якоря, газон, светильники и так далее. Площадь была названа в 1395 году. По сути дела, можно назвать ее, конечно, площадью, хотя натяжкой, наверное. Ну, в принципе, такое пространство, конечно, и есть. Но другое дело, что таких круговых перекресток на Москве довольно много, и далеко не все они имеют какие-то названия. То есть, многие из них безымянные. Здесь оно имеет название площади. Ну, видите, и назвали только в 1395 году. То есть, до этого был такой безымянный, в принципе, перекресток, да, от трех дорог. Даже не трех дорог, а двух дорог. Бульвара и 16-й парковой. Ну, а потом вот решили, как-то его назвать, и назвали в честь... Соответственно, славецких юнг, да, в честь 50... Это, по случаю 50-летия победы, это произошло в Великой Отечественной войне. Оход от Совета ветеранов Славецкой школы юнг Северного флота. В 1442 году на Славецких островах была создана школа юнг военно-морского флота. Это единственная юношеская воинская часть была. Тогда еще, да, абсолютно, ну, во время войны, словно, в 1942 году. Ну, вот, и, собственно говоря, вот, в честь вот этих вот воспитанников этой школы юнг, да, вот, и решили назвать здесь площадь Славецких юнг. Вот, на Славках она там находилась. Ну, и тут вот находится 2005 года памятник Славецким юнгам, да, выпускам, выпускникам Славецкой школы юнг, скульпторов-сагаянов, в основном, вот, и он представляет собой такую скульптурную композицию, которая установлена на постаменте, на переднем плане фигуры стоящего на волне юнги, которая держит в руках семафорные флажки. За спиной его находится натянутый на ведро парус, над которым парит альбатрус. Ну, вот, ну, как над морем, над Белым морем, да, там они парят, ну, и так. Ну, и на лицевой поверхности надпись нахуй Славецким юнгам, защитников Родины Великой Отечественной войны 1941-1945 году. Ну, и также здесь вот находится небольшой скверик такой на площади, с пешеходными дорожками, также есть морские якоря, газоны и цветники, ну, естественно, в летнее время. Вот, так что вот, ну, здесь, конечно, далеко добираться, и не знаю, захочется ли так сюда ехать, чтобы сойдет памятник, особенно, кроме памятника, здесь особенно ничего нету. Ну, такой интересный, конечно, памятник, вполне себе такой живописный, необычный для Москвы. Ну, просто, если будете вот в окрестностях, да, гулять по Сиреневому бульвару, да, то, соответственно, вот, как раз в конце бульвара можно, так сказать, наткнуться и на эту площадь, и на эту памятник. Так, то вот так, или по 16-й парку, если будете гулять, ну, она меньше приспособна для прогулок. К Сиреневому бульвару как раз очень хорошо погулять, и как раз дойти до этой площади. Здесь он, по сути, за качество. Ну, там чуть-чуть продолжение есть до Кольцевой дороги, ну, там уже совсем небольшой отрезок, и он уже такой, очень некомфортный для прогулок. Вот, ну, и так, в принципе, до этой площади лучше собраться на автобусах 52-й и 68-м, которые едут от метро Челковской. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...